МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я топила баню поздно вечером, и вот смотрю, это уже стало, ну, рядом слышно, там, хи-хи-ха-ха, шутка, смех, все. Ребятишки бегают, кричат, играют. И слышу, они это говорят, ой, говорит, нам надо расходиться, пора по домам завтра, это самое. Ну, что ж, говорю, ну, слава богу, говорю, отметили, тут свои дома, никто никуда, далеко не ходить, все свои. И как они собрались, сколько людей было, я не обратила внимания, только вижу, что за столом там сидели. И кто, не знаю, это самое, потому что думаю, ну, что мне надо, какая разница, молодежь собралась и пусть отдыхает. Вот навес, под которым был накрыт стол. Под веселые разговоры и смех пожилая соседка уснула. Ночью просыпаюсь такой в доме, светло, как будто бы день. Глянула, время, что-то около часу ночи. К одному огну подошла, думала, пожар какой где. Смотрю, машин стоят тут много, а сзади оттуда фары светят. Это люди бегают вот тут у них по переулку. Думаю, ну, значит, вот такое стряслось. Утром Зоя Федоровна встретила соседку, спросила, что у них произошло. Она говорит, ой, тетя Зоя, не спрашивай, а у самой слезы текут. Другая соседка Зоя Федоровна много лет держит коз. Они пасутся на небольшом поле за жилыми домами. Именно козы по трагическому стечению обстоятельств тем вечером и стали причиной кровавого конфликта. Пришел какой-то гость у нее, то ли их такса маленькая, вечером погоняла коз ее. И она говорит на нас, говорит, заругалась, чего гоняет коз наших. Это самое, у меня защитники тоже есть. И вот, да, пришли вот эти за щенками с дубинками, да, 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 давай их лупить. Говорит, Мишке голову, говорит, не голова, а сплошной кусок мяса, весь в крови. А это кто такой Мишка? Это их гость, вот гости вот этих соседей. И говорит, мой, говорит, Сашка, говорит, пошел, схватил нож у нас, говорит, ничего нету, никаких колев, ничего нету. И говорит, это самое, на них. И вот где уж они дрались, я не знаю, больше ничего она мне не сказала. Результатом трагедии стало убийство. Зарезаны трое мужчин. Один – местный житель, другой – уроженец Дагестана, третий – гражданин Украины. Часть гостей у них уже ушла, и последние собирались уходить. А вот эта соседка спровоцировала, понимаешь, из-за какой-то, мне только Марина говорит, господи, из-за каких-то коз столько беды наделала. При выезде на место преступления следователем Следственного комитета проведен его осмотр, назначены медицинские и криминалистические экспертизы, изъято орудия убийства и иные следы преступления. В ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, проведенных отделом по расследованию особо важных дел, при активном участии следователей-криминалистов Следственного управления регионального следственного комитета, совместно с сотрудниками органов внутренних дел, мужчина, причастный к совершению преступления, был задержан по горячим следам. Раскрытие данного преступления, которое вызвало широкий общественный резонанс, представляло особую сложность в расследовании, вызванную дачей правильной правовой оценки действиям обвиняемого, который настаивал, что защищался от группы мужчин, напавших на него и его близких, при этом убивать никого не хотел. Благодаря тесному взаимодействию следователей Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области с органами дознания, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы указанных сотрудников, были установлены все обстоятельства совершенного преступления. По уголовному делу подписано обвинительное заключение. В скором времени дело будет передано в суд.